Экзотическая болезнь Экзотическая болезнь Действительно, Ульяновск входил в топ-10 городов России по вероятности обнаружения новых случаев китайской инфекции. Но с закрытием авиационного сообщения с Китаем возможность доставки вируса на нашу территорию резко упала. Хотя аэропорт Ульяновск-Центральный, например, готов к обнаружению заболевших на вооружении, тепловизор и дистанционный термометр. В потоке идут лица. Вот прибор, скажем бы, свечет весь поток. И уже у всех лица, скажем, светлые, тон, белый такой. А с температурой, естественно, он будет выделяться. Вот в этом потоке он вычленяет, скажем, общий фон. Для тех, у кого есть подозрения на заражение, оборудовано специальное помещение для карантина рядом с аэропортом. Иностранных же граждан, которые будут отказываться от карантина и от лечения в России, могут депортировать из нашей страны. Пассажир не жалуется на свое состояние здоровья, но аппарат фиксирует повышение температуры тела у него. Он автоматически сразу сообщается сотрудникам СКП по ограниченному таможенному администрации аэропорта и командиру воздушного судна. После этого уже принимаются меры. Предполагается, что очаг заболевания находился на рынке диких животных в городе Ухань, административном центре провинции Хубей в Центральном Китае. Уже третью неделю город находится на карантине, но это не мешает вспыхивать на карте коронавируса новым точкам. Случай у нас был, что подходила молодая пара, они взяли 300 масок, они, видимо, уезжают куда-то за границу, они едут отдыхать. Они разговоры было слышно. А пока коронавирус бушует у китайцев, у нас в регионе превышен эпидемический порог по заболеваемости обычными остро-респираторно-вирусными инфекциями, а также гриппом. И если коронавирусы местные жители не боятся, то для защиты от ОРВИ также совершают набеги на аптеки в поисках масок. Пользуетесь сейчас? Ну а как же, у меня внуки. В магазин вот одеваю. Дети, когда приходят, одевают. Кто там с улицы придумал, что? Я же все-таки трамвай ездию, маршрутки. У вас маски по чем сегодня? Маски закончились, нету. Были по 25 рублей, все продали. Попаковка, три штуки было в упаковке. Сейчас закончились, продажи нет. Во многих аптеках масок просто не осталось, а в некоторых есть, но по суперцене. Маски по чем у вас? Три штуки 70 рублей. 70 рублей? Да. Это официальная цена, да? Да. Мы устанавливаем, к сожалению, это не одна зависит. Самарская организация у нас. Аптека низких цен. Внезапный рост цен на защитные маски возмутил президента России. О спекулятивных ценниках Владимир Путин узнал во время совещания с министрами. В ходе встречи заместитель председателя правительства Татьяна Голикова доложила о неправомерном повышении цен на медицинские маски в связи со вспышкой коронавируса. Глава государства потребовал лишать лицензии аптеки, которые решили нажиться на эпидемии. Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за рубль 50. То есть это беспрецедентный рост. И поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу о принимаемых мерах, все получения данных. Лицензии надо отбирать у них на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких. Хорошо. По каждой организации принять решение. Хорошо. Чтобы неповадно было в следующем году. Во всех регионах Российской Федерации сейчас проводится мониторинг цен. Напомним, только в нашей области 225 торговых точек, предлагающих населению одноразовые маски и различные лекарственные средства, в том числе и противовирусные препараты. Ситуация уже где-то изучается неделю. Все данные мы отправляем в Москву, в центральный аппарат ФАС, который проверяет не только цены розничные в аптеках, но и проверяет сегодня оптовые цены заводов и фабрик производителей. Возможно, будут очень крупные штрафы, до сотни миллионов рублей. Там, где были стократные или еще какие-то превышения, возможно, будут отозваны лицензии. Между тем, врачи-эпидемиологи утверждают, волшебное действие маски сильно преувеличено, а действие противовирусных препаратов научно не доказано. И вы скорее защититесь от вирусов, если будете укреплять иммунитет и чаще мыть руки. Сама маска эффективна только для того, кто заболел. То есть, чтобы эта инфекция не выходила за больного. Для остальных бессмысленно. А уж от коронавируса такие повязки из марли тем более бесполезны. Здесь поможет только спецодежда. На вооружении скорой есть два вида защитных костюмов. Один многоразовый, второй подлежащий утилизации. Предназначены они для работы с любыми инфекционными заболеваниями. У нас все реально. Наша задача осуществить медицинскую эвакуацию заболевших и не заболеть самим. Поэтому специалисты, прибывшие в данный очаг, будут оснащаться в такие костюмы. Можно работать с любыми имеющимися инфекционными заболеваниями, которые в настоящем перечне 25 штук. Туда входит и чума, и холера, и натуральная оспа, и вирусные лихорадки. Кроме того, все машины скорой оборудованы спецсредствами, которые в случае чего помогут начать борьбу с болезнью. Например, пульсоксиметром, который измеряет содержание кислорода в крови, а также реанимационными дыхательными мешками. Так как коронавирусная инфекция осложняется пневмонией и развитием остро-дыхательной недостаточности, с помощью этого прибора мы осуществляем искусственную мотивацию легких, то есть дышим за больным. Однако врачей беспокоит больше вспышка в регионе ОРВИ, чем далекий коронавирус. Эпидемиологи напоминают, коэффициент заражаемости гораздо выше, чем у той же заграничной инфекции. В школах Ульяновской области продлили карантин до 17 февраля включительно. Ведется тщательная обработка помещений. Это, конечно, дезинфекция, это проветривание, это бактерицидные лампы, которые есть в каждой образовательной организации. Учебный процесс продолжится в дистанционном режиме. Все школьники стабильно получают домашние задания в электронном виде. Все учителя дистанционно, у нас сейчас позволяют наши цифровые средства дистанционно, с помощью электронного журнала, электронного дневника. Мы главные темы, мы обязательно пройдем. Заболеваемость ОРВИ и гриппом детей в возрасте от 7 до 14 лет в регионе на сегодняшний день превышает эпидпорог. И по сравнению с прошлой неделей выросла на 30%. На сегодня, на шестой неделе, несмотря на незначительное снижение заболеваемости, сохраняется высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Всего по области зарегистрировано 11 969 случаев заболеваний гриппом ОРВИ, что превышает недельный эпидемический порог на 54%. Регистрируется высокая заболеваемость в возрастных группах от 7 до 14 лет и превышение эпидпорога регистрируется в возрастной группе от 15 лет и старше на 74%. В период повышенной заболеваемости врачи настоятельно рекомендуют избегать мест большого скопления людей, не контактировать с людьми, имеющими признаки ОРВИ и носить маски, не заниматься самолечением при первых симптомах заболевания, немедленно обращаться за медицинской помощью. Несвоевременная и неправильная терапия может привести к тяжелым последствиям, подчеркивают медики. Ирина Силкина, Игорь Кранцев, Элла Шахова, Денис Миронов, Дамир Губеев и Александр Абрамов. Вести Ульяновск. Субтитры создавал DimaTorzok